Вы знаете, друзья, наши люди почему-то не любят седаны, им нужно что-то побольше, помощнее, но сегодня у нас будет уникальный вариант, когда вы получаете SUV современный, модный, красивый, но при этом получите расход меньше, чем у седана и еще куча всяких преимуществ. Я вам сейчас расскажу про новую Skoda Karoq. Вот наш герой, посмотрите на него, красивый, белый, ну вот это все сразу часть, да, узнается, что это Skoda, я думаю, что вы узнали, во-первых, по значку, сразу викторина, как вы думаете, что означает этот значок? Что вот, что это такое? Это ежик летит куда-то, как вы думаете, что это? Я открою секрет, это стрела и перья индейцев чешских, вы же знаете, в Чехии есть индейцы, поэтому такой. Ну, если без шуток, вот эта радиаторная решетка, она сразу узнает, что это Skoda, я думаю, что вы, как бы во всех новых Skoda ее уже отстала визитной карточкой, потрясающей красоты оптика, о ней позже немного расскажу, ну и посмотрите, вообще удивительный автомобиль, знаете, в чем его прикол сразу, который я хочу отметить для себя? В том, что внешне он кажется меньше, чем ты понимаешь, когда в него садишься, то есть он внутри реально намного больше, чем вот кажется со стороны. Посмотрите, он очень такой компактный, небольшой, ну достаточно высокий клиренс, понятно, что это не то, что, знаете, гонять по бездорожью, по каким-то сугробам, ямам, но, по крайней мере, заехать на бордюр, ну либо там проехать по нашим украинским дорогам, где-нибудь в Кировоградской области, на этом автомобиле вы точно сможете, а учитывая, что это Skoda, а что, какой синоним Skoda? Кто знает? Кто мне даст ответ? Синоним Skoda? Надежность, правильно, надежность, поэтому на этом автомобиле вы можете не переживать, по любой украинской дороге вы точно доедете. Давайте посмотрим на него со стороны. Ну, посмотрите, это квадратные колесные арки, которые тоже вот сразу же выдают стиль суп от Skoda, ну и вот эти вот пластиковые накладки на пороге, это, знаете, как бы спорный вопрос, вот скажешь, типа, я бы хотел, чтобы она была вся белая, например, или вся там черная, ну, если она черная, то, соответственно, это сольется, но учитывая реалии, давайте будем объективны, того, как наши люди водят, и того, где мы можем на этой машине ездить, вот эти накладки, они спасут неоднократно вас от лишних затрат, потому что, поверьте, ну поменять накладку намного дешевле или там полирнуть ее, чем ремонтировать, например, порог, я думаю, что вы со мной согласитесь. Длина корока 4382, то есть он не очень длинный, понятно, что это не семиместная машина, но для пяти пассажиров очень даже, ну, мы потом в салон сядем, и я вам все покажу. Сзади все очень просто, все очень просто, но красиво, современные стопы, вот эта С-образная форма, это привет, привет чешским мастерам, ну, и опять-таки логотип достаточно, он выглядит, кстати, массивно, вот мне это даже нравится, очень так, объемно, практически в 3D, вот логотип Skoda. Ну, и сзади понятно тут, что у нас, все с кнопки все открывается, и с кнопки все закрывается, это, мне кажется, уже такая опция, ну, во-первых, она удобная, полезная, что не нужно руками рыскать тут, искать, где же она открывается, особенно когда зима. Когда вы подходите с пакетом или несете двух детей на руках, вам нужно открыть багажник, вы пользуетесь виртуальной педалью, это когда вы проводите ногой, вот так, смотрите. The future is now. Это вот, пожалуйста, Skoda технологично, вопросов нет. Итак, нос нашего корабля. Нет, так мы ничего не поймем, я должен ее завести, чтобы вы увидели, как работают эти фары. Я должен это сделать. Понятно, что у нас тут бесключевой доступ, заводится она, заводится с кнопки, но вот это, ребята, это очень красиво, посмотрите на ходовые огни. Я не знаю, как камера передает или нет, потому что там есть специфика, да, в количестве кадров, но эти вот тонюсенькие такие линии, посмотрите, как они круто выглядят. Это вот все ходовые огни. То есть никаких там рисунков странных, пускай не обижаются на меня владельцы других автомобилей, а есть такие странные сейчас ходовые огни. Это выглядит лаконично и очень круто. Вот я прямо от этого точно кайфую. Как выглядит поворот, сейчас вам включу габариты, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Вот эти повороты, вот эти ходовые огни превращаются в повороты. Опять-таки тонюсенькая линия, как будто, я не знаю, начерчена каким-то карандашом. Но при этом, что удивительно, посмотрите, что когда загораются поворотники, ходовые огни все равно вон еще остаются полосками. Ну, мне кажется, это очень красиво. Вот это прямо меня в Skoda по-хорошему удивили. Это классно. Ну, понятно, что оптика диодная, ближний и дальний свет, все это диоды. А здесь даже обсуждать нечего, уже доказано, что это более эффективная оптика, чем ксеноны и все остальное. Поэтому, ну, мне кажется, в 2018 году в автомобиле должна быть диодная оптика, и она здесь есть. Это хорошо. Так, давайте теперь про двигатель. Я сейчас, конечно, открою капот, но я не мастер, поэтому я не смогу вам такого чего-то рассказать особо технического. Но мне самому хочется посмотреть, как там все устроено под капотом. Корока, я могу сказать, что здесь двигатель 1,5. 1,5! Вы представляете? 1,5 двигатель. 150 лошадей. Но поверьте, для этой тачки этого более чем достаточно. Итак, ну, ребята, TSI 1,5, 150, 4 цилиндра. Просто, ну, чтобы вы понимали по поводу расхода. Когда я вначале сказал, что вы получаете суп, но расход будет рекордный. И это действительно в этом классе, это рекорд, потому что при малых оборотах двигатель понимает, что вы, как бы, не напрягаете двигатель. И они отключают из 4 цилиндров 2. И вы идите на 2 цилиндрах, и расход у вас может быть, ну, в районе 5 литров. 5 литров, ребята, бензиновый двигатель. Ну, в среднем по городу будем объективны. Вот я поездил в районе 7-7,5 литров. Это при нормальной абсолютно езде. Спокойная езда. Расход 7-7,5. У нас, друзья, комплектация кожи. Понятно, что можно сделать там разные вариации салона. Это все зависит от ваших финансовых возможностей и от ваших желаний. Но что первое бросается в глаза, это, конечно, то, что Skoda, вот, чувствуется инновационность в этом всем. Вот этот вот экран, на самом деле, как нормальный, ну, как нормальный, большой планшет, в котором есть у вас GPS, подключение смартфона, навигация, телефон, понятно, то есть абсолютно все. Он сразу добавляет этой машине тысячу баллов, потому что она сразу становится современной и очень-очень актуальной. Это как диодные фары. Мне кажется, что вот эта штука должна быть в современных машинах, и она здесь, понятно, что есть. Но при этом есть куча мелких вещей, куча важных мелочей, за которые мы любим Skoda. Все это в Skoda называется Simply Clever, и я вам сейчас расскажу о чем. Например, смотрите, вот у нас есть вот эта ниша для, ну, для чего-то там, не знаю, для бутылки воды, для каких-то документов. Смотрите, тут есть вот такая резиночка. То есть, например, вы можете положить сюда некий документ и этой резиночкой зажать. Либо здесь будет бутылка воды, и она будет зажата, опять-таки, она не будет вам тарахтеть и раздражать вас. Но это такие мелочи, о которых я, например, в других машинах думаю, почему такого не делают. Skoda же про это думает. Здесь под стеклом, посмотрите, какая штучка. Это вот идет в комплекте. Ее понятно, что можно снять, отсюда вытянуть. Но зачем вы спросите эту вещь? Вот что с ней делать? Ну, предположим, ваша машина стоит где-то, где вам нужно оставить номер телефона. Вы его не кладете где-то под стекло, а вы его зажимаете вот этой штучкой. Или, например, у вас есть пропуск на футбол. Вы, опять-таки, оставляете здесь свой пропуск, и он у вас будет зажат. Понятно, что техпаспорт сюда мы, конечно, зажимать не будем, но теоретически можно и техпаспорт зажать. Вот смотрите, как это выглядит. Ну или, в крайнем случае, можно какую-нибудь зажать там записку «люблю тебя, моя дорогая», и оставить эту записку, чтобы ваша жена, когда сядет в эту машину, прочитала эту записку. Ну, про Simply Clever еще пару важных моментов. Открываем багажник, открываем его с кнопки, как вы поняли, и передвигаемся вот сюда. Ребята, ну здесь вообще это кайф. Я вам сейчас объясню, почему я люблю багажник Шкоды, потому что размер багажника 521 литр. И это, опять-таки, рекорд в этом классе. То есть, вы понимаете, по расходу рекорд, по объему багажника рекорд. А что еще нужно нашему человеку, чтобы экономно и в багажник можно было загрузить побольше картошки с дачи? Это все вот наше. Ну, либо там коляску. Причем, мне кажется, даже две коляски можно загрузить. Так, идите, покажу вам кое-что. Смотрите, значит, фишки от Шкода. Понятно, это вот эти крючки, которые можно перемещать, на которые можно цеплять что хочешь. Пакеты с магазина, не знаю, какие-то сумки, рюкзаки можно вешать. Но есть офигенная штука, которая сначала подумала, что это такое. Смотрите, я вам еще покажу. Вот, вот такие две штучки. Как вы думаете, что это? Смотрите, показываю. Вы этими штуками фиксируете любое, любой груз, который находится у вас в багажнике. Например, вы везете футбольный мяч. Вы берете вот так вот, ставите штучку и сюда кладете футбольный мяч. Все. Офигенная вещь. Она, видите, она на таких липучках. И вы можете зафиксировать любую вещь, чтобы она у вас не каталась по багажнику. Знаете, как это бывает. Ну и понятно, есть сетки. Причем есть еще комплект вот таких сеток, которые вы можете натянуть как угодно. Но понятно, что это все натягивается здесь в любых положениях и ваш багажник трансформируется, как вы того только пожелаете. Но, ребята, главное, что можно сделать с этим багажником, это, конечно, увеличить его за счет салона. Но если в обычных автомобилях как-то происходит, смотрите, вы берете, откидываете вперед сидение. Вот, в принципе, все ваше увеличение. Вы там сверху что-то положили. Здесь инженеры Шкода пошли дальше. Я вам сейчас покажу, что можно сделать с этой тачкой. Смотрите, вы поднимаете ее вот так. Смотрите, кресло. Но это еще не все. Вы думаете, что вот это все багажник? Нет. Здесь две маленьких таких пимпочки. Нажимаете. Не знаю, как их правильно назвать. Наверное, пимпочки давайте назовем их. И смотрите, что мы делаем дальше. Все, пожалуйста. Вытаскиваем отсюда кресло. Кресло можно использовать как стульчик на природе. Как угодно. И то же самое можем сделать с остальной части салона. Сейчас вам покажу. Складываем. Поднимаем. Отсоединяем. Достаем. Относим. Номер два. Такс. Ну, смотрите. На самом деле, можно теоретически вот так оставить в автомобиле. Если, например, вы что-то перевозите. И вам нужно посадить сзади человека. Пожалуйста, смотрите как. Здесь у вас, не знаю, там лыжи. Здесь у вас удочки. Не знаю, кирпичи. Что хотите. А человек остается, сидит тут по центру, кайфует. Но понятно, что это тоже можно снять. Давайте это сделаем. Занимает это, ребята, ровно две секунды. Кстати, если вы это делаете где-то на природе, то можете еще и позаниматься. Ну, если вы спортсмен, конечно. Все. Итак, мы только что буквально за, ну, я думаю, что минут за две трансформировали салон. И он превращается просто в грузовой автомобиль. Вот, все же хотите, сюда грузите. Ну, на мне не будем проверять. Как бы понятно, что тут пару людей ложится. Вот эту штуку мы убираем. Все. Вот вам. Класс. Ну, например, вы на природе, кстати, да, и хотите сделать здесь себе спальное место. Вообще идеально. Все, матрас постелили. Наслаждайтесь отдыхом. Класс. Ну, вот в разложенном состоянии багажник теперь больше, чем 1600 литров. 1600 литров, ребята. То есть машина выходит, что она не только семейная, она уже и для бизнеса. Вдруг вам что-то нужно возить такое интересное. Но по будням для бизнеса, на выходных для семьи. Пожалуйста. И так, ставим назад наше сидение. Так. Слушайте, ну, осень, конечно, тепленькая выдалась, поэтому давайте раздеваться. Проверим, что у нас тут на заднем сидении, сколько места. Ну, вот смотрите, я сижу, вот выстрельно-водильское сидение под меня, то есть под человека ростом, там, 179, да. Вот я сижу за собой, грубо говоря, такого же роста. Вот у меня, смотрите, сколько, сколько у меня до сидения еще места. То есть мне, чтобы коснуться сидения, мне нужно сползти. Вот так вот. Могу поднять свет вот немножко. Подголовник. Ну, в общем, место сзади с головой. А еще учитывая, что здесь панорамная крыша, ощущение, и вот светлый потолок, ощущение пространства вообще очень комфортно. Вообще, вот эта панорамная крыша сразу, это вот, я, не знаю, меня подкупает это очень в автомобиле. Все, прекрасное голубое небо. То есть у вас, в чем прикол панорамной крыши, да, что у вас вот сейчас голубая крыша ночи, она будет черная. Будете ехать по лесу, она будет зеленая. Ну, это очень крутая опция. Ну, и вот за счет этого, конечно, создается ощущение вообще такого пространства огромного. Хотя внешне, кажется, маленьким, правильно, да, Суфт? Вот ощущение, что он небольшой. Внутри вообще с головой. Круто. Мне нравится. Все, давайте за руль. Ну, что, первое бросается в глаза, помимо того, что... У меня в руках ключ. Это бесключевой доступ. Все, ключ остается в руках, мы можем спрятать пока что. В бардачок заводится наш автомобиль. Ну, ребята, что здесь у нас есть? Опционно есть даже подогрев руля. То есть, в принципе, как вы понимаете, что Skoda Karoq может собрать, ну, вот такую, какую именно... Такую, какую хотите именно вы. С подогревом руля, с датчиками мертвых зон. Смартфон. Что делать со смартфоном? Куда же его сюда приклеить, прицепить, чтобы можно было пользоваться картами. Ребята, это все не нужно, потому что здесь, в этом автомобиле есть Smart Link. То есть, вы можете подсоединить Android Auto, Apple CarPlay или Mirror Link. И просто вывести все содержимое своего телефона на огромный экран. Поэтому телефон вы просто кладете вот в эту зону, где у вас уже есть беспроводная зарядка. То есть, телефон просто лежит. Это тоже опционно, конечно, делается, но классная штука. Телефон у вас заряжается просто, когда он лежит. Не нужно никакие шнурки там вставлять, ничего другого. Рулевое колесо. Очень приятное. Небольшое, кстати. Ну, вот мне очень нравится. Такое, знаете, есть такое небольшое ощущение, что оно сделано под спортивный автомобиль. Потому что снизу, вот смотрите, колесо срезано. Ну, клевое. Очень клевое. Мне очень нравится. Хоть это автомобиль 1,5 объемом, но колесо спортивное. Класс. Опционно вы можете доставить тут что угодно. Значит, адаптивный круиз-контроль. То есть, он будет показывать вам, будет тормозить перед автомобилем, который у вас находится перед вами. То же самое есть помощь езды в пробках, когда вот вы становитесь. Очень классная функция. Значит, вы стоите в пробке. Значит, стоите, стоите уже куда-то отвлеклись. Там, не знаю, в телефон залезли, что-то там посмотреть себе. Она, понятно, глохнет, да, тут для экономии двигателя. Автомобиль видит ваш, чувствует, что перед вами машина уже поехала. Он автоматически заведется, дав вам знать, что, типа, давай уже едь вперед. Ну, и вы, как бы, не будет ни в том сзади сигналить, типа, козел едь дальше. Вообще, неприятно. Вообще, мы против хамства за рулем, да? Мы против этого. Так, что здесь давайте посмотрим. Здесь у нас, здесь у нас, во-первых, камера для съемки. А здесь у нас, ну вот, бардачок такой, еще один дополнительный. Ну, сюда, сюда можете из меня складывать. Что-то, кубы бьем нормально. Можно и две банки с вареньем поставить, консервации. Ну, вот, вот эта часть самая классная. Мне она очень нравится. Посмотрите. Полностью сенсорный экран. Что у нас здесь есть? Например, тоже радио. Посмотрите, как выглядит меню. Ну, это же, ну, это же, блин, ребята, 2018 год. Это же кайф. Вот все же чувствуешь себя белым человеком, когда у тебя все с картинками. Все очень удобно. Ничего не подтормаживает. Можете выбрать носитель. Например, свой мобильный телефон можете подсоединить для того, чтобы оттуда музыку крутить. Понятно, что есть телефон. Вот подсоединен мой телефон, видите. Можете подбавлять сюда номера и можете даже читать сообщения здесь. Это очень крутая штука. Так, что еще здесь есть такое интересное? Навигация, Columbus, очень крутая штука, потому что она в 3D. Все, посмотрите, как работает. Ребят, на смартфоне работает не так быстро, как вы можете все это делать вживую. Вот где мы сейчас находимся, в районе ВДНХ, в Киеве. Все, посмотрите, он показывает вам заправки, показывает магазины, показывает парковки. Ну, кайф, просто кайф. В настройках вы можете тоже, что тебе понятно, сделать там 2D-карту, 3D-карту, какую хотите, выбрать параметры маршрута и так далее. Доступен звук Кантон, то есть вы можете поставить здесь сюда действительно премиальный звук и наслаждаться музыкой. Но здесь у нас состоит обычный звук, но он тоже очень прикольный. И вот этот вот дисплей 9,2 дюйма, ну, это чистое удовольствие. Можете поменять цвет настройки, можете сделать... Кстати, по поводу языка, очень круто, здесь есть украинский язык. Подивите, можете убрать болгарский, датский, польский, славянский и убирайте украинский, будь ласка. У нас тут устанавливает параллельку, но, будь ласка, все мы не украинский. Одним словом, классная штука, вот это вот, вот это must-have обязательный к этой тачке, 9,2 дюймовый дисплей. Опционно вы можете добавить что угодно, вы можете даже добавить спрятанные светоотражающие жилеты в задних дверях. Представьте, такая опция есть. Вы можете сделать складные столики для задних пассажиров, крепежи для планшетов, фаркоп. Это все опционно вы доставляете в эту машину, вы можете собрать как конструктор, ну что-то такое, что точно будет только у вас. И это будет просто космос. Ну, обо всем, конечно, вы узнавайте у официальных дилеров в описании к этому видео, вы можете все это выяснить. По поводу салона сказать нечего. Очень удобное сидение, мягкие подголовники, классные такие, причем они такие, посмотрите, объемные. Ну и панорама. Повторю, что это важная часть автомобиля и здесь он прям делает этот автомобиль, прям, ну как-то по-богатому некрасиво, да, прозвучит. Ну, делает его точно круче намного. Давайте попробуем покататься на нем. Слушайте, ну вот за рулем этой машины, ну какие ощущения? Вот ощущения как от Шкоды, только в лучшем ее варианте. Что такое Шкода? Это вот такая эргономика невероятно удобная. Вот все это здесь есть. Вот подлокотник, да, там в нескольких позициях можете под себя подстроить. Удобный руль, удобное кресло. Все очень просто, но при этом вы еще и получаете вот этот мультимедийный 9,2 дюймовый экран. В общем, комфортно, инновационно. Мне очень нравится. По поводу движения, понятно, здесь 1,5 литра и 150 лошадей, но при этом всем за менее чем за 8,5 секунд он разгоняется до сотни, да, то есть вы понимаете, при полуторалитровом двигателе. Но при этом я напомню, что вы получаете при этих полуторалитрах. Расход от 5 литров смешанного цикла. Но будем объективны, вот поездив, я понимаю, что при нормальной езде 7 литров по городу, ну 7-7,5 литров. Кайф, все очень удобно. Опционно вы можете добавить в эту машину что угодно. Например, здесь есть вот замечательная кнопка помощь при парковке, то есть она еще и может парковаться за вас. Но я не очень, честно говоря, сторонник этих вещей, я думаю, что парковаться машина должна все-таки с помощью водителя. Хотя многие девушки со мной поспорят. Ну это ваше дело, конечно. Ну по жесткости, ну понятно, здесь не пневмоподвеска, но все очень комфортно. Ощущение такой сбитости, да, существует. Вот могу вот так вот делать. И машине ровным счетом ничего. Так, смотрите, по поводу езды. Мы можем здесь выбрать очень интересную функцию. Нажимаем Mode. И у нас появляются 4 режима. Eco, Normal, Sport, Individual. Например, нажимаем Sport. И что происходит в этот момент? Руль становится тяжелым. Ну просто реально ощущение, что ты на каком-то мустанге едешь с таким тяжелым спортивным рулем. Выбираем Eco. Ну Eco режим это для того, чтобы мы экономили. Посмотрите, какая красивая картинка. Мы такие типа по лесу. Ну как будто на ВДНХ. Либо есть вариант Normal, либо Individual. Это, соответственно, вы можете ее настроить. Можете нажать адаптацию и здесь выбрать, что вы хотите. Например, тяжелее сделать руль. Динамичный повар. О, смотрите, как круто. Смотрите, что происходит. Смотрите, показывают боковые преграды. Видите по бокам? То есть вы едете, и если вы, например, в каком-то узком дворе, а у нас такую любят, знаете, на прокладе машины в три ряда, то будет показывать вам все боковые сенсоры, что у вас там происходит. Класс, удобно. Понятно, что автоматически включаются дворники, автоматически включается ближний свет. Это уже как бы такие вещи, которые, мне кажется, никого не удивишь, но абсолютно логично, что эти вещи, эти опции должны присутствовать в современном автомобиле 2018 года. А давайте, кстати, проверим, что произойдет, если мы остановимся. Смотрите, мы останавливаемся. Все, машина заглохла. Проходит буквально секундочку. Вы отпускаете педаль тормоза. Завелась. Музыка, просто музыка. Четырехцилиндровый двигатель, но, блин, он, во-первых, не шумный, во-вторых, он реально резвый, ребята. Ну, неплохо, неплохо. Не спорткарка, ну, будем откровенны, не спорткар, полтора литра, ребята. На малолитражках вот такие, вот такие у них стоит полтора литра, и то они так быстро не ездят. Класс. Ребята, вы знаете, я переездил на огромном количестве автомобилей, но такого огромного люка, сейчас просто посмотрите на его размер. То есть, это, по сути, панорамная крыша, которая складывается в два раза. Посмотрите на размер. Посмотрите. Я отсюда не достаю до края. Это очень крутая штука. Ну, и здесь сеточка, видите, чтобы не задувало. Вот это супер-опция. Так и поедем. Итак, друзья, что имеем в сухом остатке? Протестировав новую Шкоду Корок, можем сказать, что очень крутое сочетание, потому что вы получаете Шкоду, то есть вы знаете, да, чего ожидать от Шкоды. Шкода – это традиция, это надежность, но при этом всем вот эта новая линейка и в данном случае Корок – это невероятная инновационность. Огромнейший спектр опций, которые вы можете заказать от автоматического открывания багажника до умных круиз-контроля, которые будут сами тормозить, или в пробках будут напоминать вам о том, что давайте ездить быстрее, смартфон вывозите на экран. Одним словом, это абсолютно современный автомобиль, который соответствует точно 2018 году. Обязательно запишитесь на тест-драйв, в описании к этому видео есть все контакты. Попробуйте и поймите, подходит ли вам этот автомобиль. Я думаю, что вот попробовав, покатавшись, вы сможете для себя ответить на этот вопрос. И самое главное, ребята, кто будет ездить на этом автомобиле? Ну, наверняка девушки, симпатичный, белый, небольшой, но при этом невероятно вместительный. Будут ли ездить на нем мужчины? Ну, учитывая, как я сегодня разложил, убрал задний ряд сидений, собраться компанией на рыбалку и, не знаю, привезти лодку, надувную палатку, в этом автомобиле абсолютно реально. Ну и, конечно, для семьи он тоже подходит. Поэтому получаем с расходом небольшого, маленького седана, даже такого компакт-кара, мы получаем при этом SUV от компании Шкода. Раунд. Мне кажется, все с этим автомобилем понятно. Друзья, будьте вежливы за рулем, наслаждайтесь ездой. В описании к этому видео записывайтесь на тест-драйв и узнавайте больше про Шкоду Карок. Все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok